В сухом остатке мы имеем следующее. Для принятия решения и проведения голосования по отставке главы города нужно, чтобы на сессии был кворум. Кворум по данному вопросу составляет 14 человек. Мы высказали все основные позиции, по которым есть существенные важные нарушения. Более того, часть из этих нарушений касается непосредственно жизни и обеспечения города. В ответ мы никаких объяснений не услышали. Также выступали почетные граждане по этим вопросам. Было большое негодование с их стороны. И они предложили с учетом того, что не весь городской совет собрался, часть единороссов просто отсутствовала по непонятным причинам, предложили рассмотреть вопрос полным составом городского совета. Мы предложение это поддержали. Попросили снять этот вопрос, перенести его на ближайшую сессию, для того, чтобы объективно рассмотреть его, для того, чтобы глава смогла ответить на те вопросы, которые были заданы. Но Единая Россия, как обычно злоупотребляется большинством, предложила просто протащить технически этот вопрос, что, собственно, и вызвало протест. И в качестве протеста просто встали и покинули данное заседание. Теперь данный вопрос по регламенту городского совета обязан быть рассмотрен на ближайшие сессии городского совета. И до момента, пока он не будет рассмотрен, соответственно, он будет внесен в городской совет и находиться там, пока этот вопрос не будет закрыт. После нашего покидания городского совета, заседания, кворума не было, то есть всего 9 депутатов было, поэтому никакие вопросы они не могли рассматривать. И тем более, если голосования какие-то были постановочные, то они, в общем, в принципе, незаконны. Поэтому всю ту дезинформацию, которую мы видим с некоторых официальных источников, она требует определенного анализа, разбирательства, безусловно. Но этот вопрос должен быть закрыт окончательно на сессии городского совета.